Девушки отдыхают Претендентов было более 900 изданий. Это четыре единороссы и один представитель «Справедливой России». Именно их нарушения прокуратура сочла самыми серьезными. Утверждается, что не были указаны все квартиры, участки, а размер зарплат самих народных избранников, а также их родных, был занижен. Осенью прошлого года Гордума могла избрать меру наказания для этих депутатов, но тему сняли с повестки дня. После решения суда к вопросу придется вернуться. Если Гордума вновь не примет решение, прокуратура будет вправе требовать прекращения депутатских полномочий через суд. До 1 апреля сельхозтоваропроизводители края получат 300 миллионов рублей господдержки. На данный момент им уже перевели почти полмиллиона рублей. Это субсидии на каждый гектар обработанной земли и произведенный литр молока. Об этом министр сельского хозяйства края Александр Чубатаев сообщил на недавней конференции. По его словам, если сейчас что-либо мешает получению господдержки, так это невнимательность при заполнении документации или неоплаченный долг. Например, одному из сельхозпроизводителей края пришлось переделывать бумаги из-за пени в 11 копеек. У нас есть одна проблема на самом деле с пакетами документов, которые предоставляет нам сельхозтоваропроизводитель. В этом году появилась еще одна графа федеральных условий предоставления субсидий. Это отсутствие задолженности не только по налогам, но и по фондам. Нам сдали 800 пакетов по несвязанной поддержке. Ну, по 300 есть еще некоторые моменты задолженности. В целом же, по словам чиновника, денег в регионе достаточно на все. Министр сообщил, что семена и удобрения уже закуплены. ГСМ и бензина половина от необходимых объемов. Купить сразу все не получается, так как топливо негде хранить. Также Чубатаев сориентировал, что в этом сезоне увеличат площади под технические культуры, под пшеницу наоборот, немного сократят. А вот что будет с гречихой, которую в федеральном центре традиционно советуют сеять меньше, пока неизвестно. Министр назвал ее культурой, на которой легко зарабатывать и легко проигрывать. Поэтому планы по гречихе будут составлять ближе к посевной, так как сбывать продукцию для Алтая по-прежнему проблема. Продолжим. Какие социальные законопроекты необходимо принять, чтобы выполнить февральское послание президента? У регионального отделения партии «Справедливая Россия» есть несколько предложений. Ими они поделились на встрече с журналистами. Нам нужно начать в нашей стране, на нашей земле, выполнять те задачи, в том числе и в законодательном поле, которые перед нами ставят. Среди таких задач, к примеру, решение проблем здравоохранения. «Справедливоросы» предлагали оказывать помощь от государства, если на лекарства семья тратит более 10% от своего дохода. Другое предложение, также озвученное партией, повышение минимального размера оплаты труда до 17 тысяч рублей. И подобных инициатив – десятки. Эти законопроекты, по большому счету, отражали те тезисы, которые были озвучены президентом в послании Федеральному собранию 20 февраля. Самая проблемная, самая острая тема прошлого года – это пенсионная реформа. «Справедливоросия» предложила свой альтернативный проект пенсионной реформы. В частности, в нем предусматривался категорический запрет на повышение пенсионного возраста. К сожалению, по их словам, инициативы «Справедливой России» и Госдумы приняты не были. Но многие законопроекты со временем возвращаются к жизни и принимаются, правда, уже как проекты федеральные. Так или иначе, большая часть из того, что «Справедливоросы» предлагали, работает. А те законопроекты, что пока не приняты, уверены представители партии, просто ждут своего времени. Ему ждать некогда. Без своевременного дорогостоящего лечения 10-месячный Матвей из Рубцовска проживет не больше двух лет. Благотворительный концерт в поддержку малыша, который страдает серьезным генетическим заболеванием, пройдет в эту пятницу в Барнауле. У Матвея спинальная мышечная атрофия. Скоро мышцы мальчика совсем ослабеют, и он не сможет двигаться, а затем самостоятельно дышать. На лечение требуется 42 миллиона рублей. Семь благодаря неравнодушным уже удалось собрать, а в эту пятницу в Барнаульском ДК «Сибанаргамаш» в 7 часов вечера пройдет благотворительный концерт в поддержку мальчика, где выступят 12 детских сенсивальных коллективов. Родственники призывают прийти и помочь. Ждем всех, все равно всех разместим. В фойе ДК будет проходить благотворительная ярмарка, где также дети и желающие, сделанные своими руками, будут продавать. Все деньги пойдут, естественно, на благотворительность. Все деньги отправим на лечение. Деньги за победу в этом конкурсе не вручают, зато победители получают возможность издать свое произведение. Лучшие книги нашего региона назовут сегодня в библиотеке Минишишкова на закрытии книжного фестиваля, изданного на Алтае, огласят итоги конкурса. В этом году пришлось действительно потрудиться, победители выбирали почти из 900 изданий. К примеру, в прошлом году книг участников было почти на три сотни меньше. Лучших определили в семи номинациях научное, поэтическое, детское, краеведческое издание, проза, лучшие художественные оформления и литература о людях Алтая. Авторы представляли только те свои работы, которые вышли в печать за минувший год. Результаты книжного конкурса объявят сегодня в 15 часов. В завершении выпуска «Погоде» спонсор прогноза компании «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края ясно, в Белокурихе до 4 выше 0, в Бийске до 5 тепла, в Рубцовске до 7. В Барнауле малооблачное, ветер восточный слабый, днем до 7 выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Но у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok